Сохранить памятники истории для потомков. Делегация из Управления по государственной охране объектов культурного наследия Карачаева Черкесии совершила осмотр сторожевой башни Гошаяхкала, которая располагается в нескольких километрах от аула Кызылхала. Подробности у Али Баташева. Гошаяхкала – это старинная башня, расположенная в двух километрах от аула Кызылхала. Ее название встречается в источниках более 200-летней давности – время постройки VI-XIV век нашей эры. Узкие бойницы, прекрасный обзор окружающей местности, а также исторические описания и находки археологов свидетельствуют о том, что эта башня является сторожевой и находится на севере Кызылкалинского городища. В 1960-х годах здесь производились раскопки под руководством Евгения Алексеевой. Учеными был обнаружен могильник значительно поздней культуры Бронзового и Железного веков. Городище находится в таком интересном месте, где сходятся несколько больших ущелий, которые позволяют очень хорошо контролировать прилегающие территории и контролировать торговые пути. Именно с этим связано здесь, скорее всего, возникновение этого памятника, так как, находясь в таком узловом, занимая узловое положение, позволяло собирать налоги при продвижении торговых караванов. Внутрь башни Гушаяхкала можно попасть через небольшую дыру в стене. Цель визита экспедиции – определение технического состояния башни. Сотрудниками управления по государственной охране объектов культурного наследия Карачаева-Черкесии были произведены замеры внешнего и внутреннего периметра башни Гушаяхкала. Также были выполнены визуальные определения по состоянию самого памятника. По предварительным данным, памятник требует консервации или ремонтно-реставрационных работ. Плачевное состояние. Если правильно сказать, то он сейчас может расколоться в два куска. Сначала вот эта стена, которая смотрит в аул, откуда вход был, он туда упадет, потому что опоры оттуда стены уже с двух углов разошлись. Здесь видно, что новая трещина появилась, а вот эта стена посередине первой упадет. Вот эта правая сторона от нас, если с аула смотреть, это левая будет. Потом упадет левая сторона, а остальное все потихоньку природа доделает. По документам, Козылкалинская башня или Гушаяхкала представляет большую историческую ценность и является объектом культурного наследия регионального значения, который включен в единый государственный реестр. Важно его сохранить и передать будущим поколениям, считают сотрудники управления. В настоящее время определены границы территории объекта. Предстоит определить зоны охраны, для чего следует обратиться к специализированным организациям, имеющим лицензию, считают участники экспедиции. После таких проектно-изискательских работ, скорее всего, надо будет отреставрировать этот объект культурного наследия современному использованию. То есть его отреставрировать так, чтобы передать это в музей и сделать это как музейный экспонат для туристов. Это будет представлять очень большой интерес. Есть легенда, что свое название башня получила от имени красавицы княгини Гушаях. Она была первой женщиной-поэтом и писала песни плачи. За день до свадьбы ее жених, князь Камгут из рода Крымшамхаловых, внезапно умер, и девушке пришлось выйти замуж за его брата Каншоуби. После его смерти девушка отказалась выходить замуж за младшего брата Эльбуздука, Смутьяна и негодяя. Она укрылась от преследования в башне и тосковала по умершему супругу. Если сейчас сохранить и реставрировать башню Гушаях-Кала, то она останется объектом культурного наследия и памятником истории, которые будут любоваться и восхищаться потомки. И для этого необходимо принять все меры, считают сотрудники управления и многие жители аула Козылкала. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия, Усть-Жигутинский район.